Всем привет! С вами канал Crypto Club. Здесь вы найдете обзоры перспективных ICO-проектов. Сегодня мы продолжаем обзор проекта Talao. Это интересный очень проект. Это биржа для фрилансеров и для компаний, которым нужны услуги фрилансеров. В этом обзоре мы посмотрим рейтинги проекта. Скажу сразу, они высокие, практически максимальные. Но это неудивительно. Я об этом говорил в предыдущем обзоре, даже несмотря на рейтинги. По многим характеристикам понятно, что этот проект очень интересный и в нем многие заинтересованы. Если хотите, можете посмотреть мои предыдущие обзоры. Итак, посмотрим на рейтинги. Первый ICO-холдер здесь 3.89. Высокий рейтинг из 5. Здесь подводит, как всегда, мероприятие на 1.79. Смотрите, видение на 4.5 у них оценено. В принципе, все выше 4. Это очень хорошие оценки. Дальше мы, конечно, посмотрим ICO-бенч. Что еще здесь? Здесь информация про краудсейл, про предпродажу. И немножко о самом проекте. Также расписана дорожная карта. Активность в Facebook, Twitter, Telegram, GitHub, YouTube. И про команду. Смотрите, вся команда у них проверена. Советники также, кроме одного, все проверены. Это очень интересно. И здесь отзывы членов команды, что они вообще говорят о проекте. Это тоже интересно. Инвестфутур. Так, смотрите, рейтинг 70.43. 4 звезды из 5. Он входит в топ зелененьких ICO. То есть, самых-самых топовых, самых лучших. Собственно, в топ 10% входит. ICO-бенч тоже 4.2. Место очень-очень высокое. Тоже в топ-10, даже в топ-7 попадает. Вот, трек ICO 5.0. Вообще, максимальная оценка, какая только могла быть по версии этой сайта. Crypto Rated 3.3. Вот, фундика я пропустил 5.7. Но фундика, я не смотрю их обзоры, их рейтинги. Как они оценивают, я не могу сказать. ICO Marks также высокая оценка 8.5. Смотрите, Tropik 4.2. ICO Holder стабильно. Они оценивают. Также в топе CoinLauncher тоже высокая оценка. Вот, рейтинг, оценка хайпа. Средний ICO рейтинг, да. Но тоже в зелененькой зоне тоже высоко. Вот, и ICO рейтинг также оценивает. Оценка риска как средний. То есть, это, в принципе, приемлемые риски. Вот, и ICO Bench, да. Здесь 4.2, 8 экспертов оценили. Профиль, значит, ICO у них на 4.5. Ну, в принципе, вот такие оценки сами видите. При ICO у них закончилось, да. Там можно было инвестировать минимум 10 эфиров. Об этом я говорил в предыдущем обзоре. Вот, и время ICO осталось 9 часов. Я так понимаю, 29 июля уже нельзя будет инвестировать. Вот, что еще? Цена, вот, 1 эфир, да. Это 1000, это лава. Вот, интересно. Здесь еще, вот написано, минимальная инвестиция, вот, 10 эфиров. Ну, это было во время предпродажи, да. В принципе, они писали, что во время второй фазы вроде бы не должно быть такого. Хотя там было написано, что просто во время первой фазы цен на минимум инвестиций можно 10 эфиров. Как сейчас, нужно регистрироваться вайт-листе и узнавать. Вот, отчет, собственно, проверку прошли два члена команды, да. Это также в плюс проекту, естественно, идет в доверие, в плюс к оценкам и ко всему прочему. Вот такие вот рейтинги у проекта. Ребята, сами видите, что они высокие. Вот, если смотрели мои предыдущие обзоры, знаете, почему проект этот хорош. Вот, и почему стоит его рассмотреть для инвестиций, если вы занимаетесь инвестициями в криптовалюты. Заходите на сайт, на официальный, знакомьтесь с ним, да, рассматривайте. Смотрите обзоры в интернете, рейтинги, кто что говорит. Принимайте решения сами, думайте, оценивайте риски. Я, в принципе, в обзорах вам все рассказывал. Вот, осталось у вас 9 часов. Если заинтересовались, да, нужно зарегистрироваться в этой листе, и потом вы сможете поучаствовать в токен-сейле. Спасибо за просмотр. Оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь на канал. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok